Что за чудо? Маленькое, пушистое, прекрасное чудо. Как зовут? Мишель. Девочка Мишель. Маленькая совсем. Да я не знаю, какого размера она вырастет, пока маленькая. А откуда? Сашу Трусову подарила. У нее появилась такая собака, я с ней заигрывала, что отдай мне эту собаку, зачем она тебе нужна. У тебя уже пять или шесть. И в какой-то день она пришла с переноской, поставила на лед и сказала, что вот вам собака. Я вначале подумала, что она мне дала свою поиграть, а потом оказалось, что это теперь моя. Вот, я поняла, что с Сашей нельзя шутить. И как ощущение? Ну, я ее обожаю. С собаками проще, чем с людьми, если честно? Собаку вот нельзя, нельзя залюбить. Ну, то есть можно вот обласкать, облюбить, и от этого хуже не будет. А спортсменам надо аккуратнее. Поэтому про вас ходят легенды, что вы какая-то, не знаю, там... Ну, какая? Резкая. Резкая. Прямая. Строгая. Я предпочитаю своим спортсменам говорить правду. Потому что лезть они услышат от других. А вот правду, как оно есть, они услышат только от меня. Смотрю на вас сейчас и думаю, вот, вы же, вы добрый человек, как бы вы это не скрывали. Да, ладно. Да, да, вот честно, я на вас смотрю, мне вот так кажется. Я когда читаю про, не знаю, про какую-то жесткость, жестокость, что вот неприступная такая вот все, у меня ощущение, что вы специально вокруг себя создали этот антураж. Во-первых, так проще. Но, я не знаю, нет. Ну, что касается строгости и жесткости, она на самом деле присутствует на тренировках. Потому что мне бывает как-то бесконечно обидно, если я понимаю, что спортсмену данную тренировку мог провести намного лучше. Или, ну, не может собраться. И приходится где-то раздраконить, заставить включиться. Ну, а если я не заставлю? Не будет у этой спортсменки медали и радости от того, что он встал на пьедестал и, дай бог, гимн, его честь. Не будет. Значит, мне придется вложить свою силу, энергию. Ну, хорошо, да, меня еще один спортсмен любить не будет. Бывало так у вас, что вы говорите правду, человек обижается? Обижаются и уходят. Этих примеров очень много. Обижаются, конечно. Переходный возраст. Опыт последнего времени показывает, что возвращаются. Я сама отлично помню, вот в переходный возраст. Мне ничего такого особенного не говорил тренер, но что бы он мне ни говорил, у меня все вызывало комок в горле. Мне казалось, что меня не понимают, недооценивают. То есть это нормально, это гормоны. И все это должно быть в доверии, в полном. Что все это должно привести к цели. Вот, допустим, уход Саши Трусовой. Она совершенно искренне сказала, что мне нужно сменить картинку. Правильно или нет, я себя почувствовала, что мы декорации. Им кажется, что где-то может быть лучше. Ну, во-первых, нам всегда кажется, что там вот она трава зеленее, небо голубее. И вообще все лучше. Нам же всегда так кажется. А вы не отказываете вправе вернуться никому? Слушайте, да и нет. На самом деле, вот ошибочно. Когда-то там Полина Шелепень убежала со сборов от того, что я отобрала у нее на обеде котлеты. Ну, пришла бы обратно. И стала бы она, там, не в 14-м, а в 15-м году стала бы чемпионкой мира. Ну, стала бы. Куда бы она делась бы? Ну, вот просто. Если спортсмен уже идет обратно, значит, он по-любому что-то осознал. Я же заставляю не потому, что мне это нравится. А потому что порой, ну, они разные бывают, спортсмены. Ну, кого-то надо, к сожалению. К моему сожалению заставлять. Кого-то надо. Потому что это энергозатратно. Я тоже хочу выходить и получать удовольствие от процесса, а не заставлять. Ускоряйся. Дальше. Рука. Дальше. Не сутуйся. Раз, два, три. Пам! Возвращающиеся к вам девочки из разных других мест, ну, вот с чего они начинают? Они просят прощения вас? Просто интересно. Слушайте, не, не, я вообще вот это не люблю, вот это вот прощение. Зачем? Ну, зачем? Это же унижает. Мы же все вот хотим сохранить чувство самодостаточности. Вот это вот, простите. Мы даже перед родителями порой не просили прощения. А существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит? Слушайте, да все это есть, и ну, ну, чего это? Не знаю, вот есть Плющенко, условно говоря. А он есть? Не знаю. Я тоже. Я теоретически. Я про условного Плющенко. Да. Значит, который условно, условных спортсменов, значит, условно приглашает к себе, и они условно к нему соглашаются переходить. Сам факт этот помогает вам быть, не знаю, как-то на острие вот этой вот борьбы, и может быть, как-то находить еще внутренние резервы для того, чтобы тоже как-то прогрессировать, эволюционировать и двигаться дальше? Слушайте, нет, я, у меня нет никакого условного Плющенко. Смотрите, это как, то есть, если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то они никому не нужны. Значит, мы к чему стремимся, чтобы они были сильными? То есть, раз хотят, значит, нужны. И желанными. Конечно, конечно. Здесь вопрос уже, конечно, от спортсмена. Опять-таки, от доверия и понимания. А если его нет уже, смотрите, если он включился, там, ему позвонили или написали, или как там это работает, я не знаю, честно скажу, никогда, хотя иногда так хотелось, никого никогда не приглашала. Хотя, прям вот иногда, вот смотришь на кого-то спортсмена и понимаешь, блин, я бы настолько больше дала бы, я прям чувствую, что вот могу. Ну, я не перешагиваю эту грань, потому что, если ты позвал, ты где-то обязан уже. Ты же разрушил там, ты обязан показать результат с этим спортсменом лучше, чем он был там. Ну, так удобно брать и приглашать уже готовых. Не знаю, там, вы бы пригласили, так, как-нибудь Лизу Туктамышеву. Слушайте, ну, у меня в свое время, это было очень давно, я вообще недоумевала, почему она не прыгает четверные, потому что я просто увидела, что они там есть. Нет, я бы не пригласила бы ее. Не потому что она там мне неинтересна, а просто потому что есть этика, тренерская этика. Неудача за неудачей, у меня не получалось никак устроиться работать, меня чуть никто не брал, ну, и потом как-то... А кто предложил этот надувной каток в Братеево? Откуда он взялся? Я вначале, честно скажу, объездила всех, обзвонила всех, кого я знала и не знала, и где я каталась, и с кем я каталась, у кого тренировался. Я была везде. Я просто даже не хочу сейчас никого там перечислять, чтобы не обидеть, не дай бог. Ну, мне отказали все. Причем сказали, что даже не надо там надеяться через год, через два. Я говорила, что я бесплатна, вот мне не надо, мне не надо зарплаты, я просто хочу быть тренером, я хочу просто вот на лед выходить, работать. Мне сказали, нет. Не надо. Спасибо. Представляю, как все эти люди потом кусали локти, упустили такого тренера. Смотри, ты второй раз ехал веселее, а третий раз поедешь еще веселее. Давай, а что скорость не набираешь? Что это такое-то? Ну, туда, туда, на суде. Да не в эту сторону, здесь их нет. Я здесь, в Москве, нашла желтую страницу Yellow Pages, открыла и начала листать все, что касается лед, цирк на льду. То есть просто объявление? Просто, да, вот где, чего вызванивать. И вызвонила, это цирк на льду, у них площадка Братеева надувная. И они вот по телефону сказали другу, да, приезжайте, мы вас возьмем. Я говорю, как вот просто, да? Это конец 99-го года. Дальше я понимала, что надо как-то пытаться вылезти с этой площадки, и я продолжала искать еще где работать. Дальше я устроилась в Зеленограде. То есть помимо катка Братеева, я три раза в неделю, 45 минут, оздоровительную группу вела в Зеленограде. У вас было уже две Олимпиады, и, конечно, не только радости вспоминаются, были же и драмы. Вот если мы берем Сочи, то вот личные соревнования очень, честно говоря, омрачили вообще состояние. Пытались выяснить, где же она тренируется. Да-да-да, нам что-то там в раздевалке камеру установили здесь где-то на льду. Да-да, это прям было невероятно. И, с одной стороны, я понимаю, как это вас раздражало тогда. Нет, я на тот момент очень переживала, что это полностью как-то разрушит сконцентрированность Юлия. Что, в принципе, и, к сожалению, произошло. То есть от командника до личных соревнований это был уже другой спортсмен. То есть она была не сконцентрированной, и если вернуться по записи на шестиминутную разминку короткой программы, я уже на льду поняла, что она не будет кататься. Она не разминалась, она ездила вот так по бортику, пальцем проводила по борту и заглядывала в глаза каждому суде. Это, конечно, это удивляло, потому что она все равно маленькая девочка, 15 лет. Отдать должное абсолютно, просто поклон, ее мама вела к этой медали. Если брать Олимпиаду 17-го года, то, конечно, во-первых, состояние на тот момент моей матери. Я не понимала вообще, дождется ли она меня. Ну и реакция Жени сразу, вот сразу реакция Жени была на медаль. Тоже, в общем, все это очень омрачало. Продолжение следует...